Кира Рамис. Влюблённый дракон. Пролог. «Лола! Лолита! Лолита, дочь горного гнома и дикая ослицы! Ты что натворила? Выходи по-хорошему! Поймаю, оторву уши и скормлю тебя земляным драконом!» Где-то совсем рядом надрывалась громогласная женщина. «Я оставила тебя последить за таверной всего лишь на несколько часов. Кто позволил тебе переводить продукты? Ты зачем накормила благородного господина Паула своим ужасным борщом? Ему плохо, и он умирает. Выходи, мерзавка!» «Это неправда. Моя еда не могла стать отравой. Я вкусно готовлю!» Скорее всего, от испуга за чужую жизнь я выдала своё укрытие. «Вот ты где, гадина!» Толстые пальцы сжали тонкую доску. Таня выдержала напора и треснула. А я сама не своя так громко закричала, что медянка отпрянула от хлипкой двери. Била она всегда больно, без разницы чем, ладонью или палкой. Конечно, потом быстро отходила, но я очень не любила боль. Поэтому, схватив огромную пустую корзину и вереща, выскочила прямо на тётушку, которая мне таковой не являлась. «Я за грибами, тётушка-медянка! Наберу полную самых отборных и нечервивых! Очень скоро буду!» Её мускулистая рука прошла в миллиметре от моего лица. Неслась я так, будто меня догоняла стая волков. Неужели и правда гость погибает после моего супа? Но сколько раз я его варила, никогда не было претензий. Да, возможно, я переборщила, добавив дикий чеснок, что недавно нашла в пролеске. «Лолита! Лола! Подожди меня!» Мой ненормальный бег остановил голос моего братца, родного сына-медянки. На самом деле он приходился женщине-племянникам. Но и я, как ни странно, признавалась всеми вокруг дочерью-медянки. Гномы часто гибли под завалами, поэтому несколько членов клана никогда не поднимались в горы для работы с камнем. Они открывали кузни, таверны, ювелирные магазины, рестораны или занимались еще каким-то ремеслом, чтобы в трудную минуту взять на себя заботу о сиротах, что остались без попечения родителей. Такой сиротой был горняк, которого я ласково звала Гор. Мне он это позволял. «Лолита, милая, не расстраивайся! Обманула тебя тетка! Никто не умирает, а наоборот!» «Что наоборот?» «Мой борщ начал оживлять?» Я наклонилась и бросила корзину на землю, а за ней сама упала на пятую точку. Ноги ужасно гудели, и не была такой выносливой, как гномы. После того, как господин Паул опустошил тарелку супом, он потребовал добавки. Благородные гномы, увидев, что Скряга Паул решил разориться на вторую порцию, один за другим начали заказывать себе борщ. «Борщ!» «Борщ!» «Какое же странное название ты придумала этому красному супу!» «Правильно говорить «борщ!» И первую порцию супа я продала Паулу за полцены, а так он не отважился бы попробовать эту вкуснятину». Братец посмотрел на меня с сомнением, а я почесала спину, вспомнив, как мне досталось, когда приготовила тонкие блинчики с начинкой. «Вот ведь вредная тетка! Сначала лупит, а потом за обе щеки уплетает мою еду. И что было дальше?» «Ты же спряталась в чулане, когда в окно увидела возвращение медянки. Служанка как раз выливала в тарелку последние капли. Кастрюля опустела, а желающих отведать новое блюдо прибавилось. Я как раз ждал, чтобы подать гостю борщ на стол. А тут вошла медянка и услышала слова похвалы в свой адрес. Но суп-то она не готовила. «Вот зачем ты вновь полезла на кухню со своими рецептами? Ты разве не понимаешь, что медянка да ужаса ревнивая?» Братец провел рукой по моим непослушным волосам. «Ну что, пойдем собирать грибы, а то нас не пустят домой с пустой корзиной?» «К чему ревновать-то? На ее месте нужно радоваться и подсчитывать прибыль». «Она готова поступиться прибылью, только бы завсегда-то и хвалили ее блюда, но никак не твои, которые она не умеет готовить». Гор подал мне руку. «Я же согласна всех уверять, что это она приготовила». Отряхнув платье, направилась за смеющимся братцем. «Сестрица, тебя гном и бог обделил не только телом и красотой, но и умом. Чужой язык в карман не спрячешь. Все давно подозревают и шепчутся, что это ты готовишь странные, но очень вкусные супы. Я тебе больше скажу, Лолита. Уже два раза нашей тетке поступали предложения выкупить тебя для работы на кухне у богатых гномов». «Я что, корова, чтобы меня продавать?» резко развернулась в сторону брата. «Подожди, не обижайся. Она два раза отказывала. Я своими ушами слышал». «Мало предложили?» злость забурлила в моей душе. «Нет, она не продаст тебя в память о брате, который был ей нянькой с пеленок». Гор наклонился и острым ногтем срезал первый гриб. Я присела на пригорке и посмотрела в сторону гномьего поселения под названием «Золотая жила», больше походившего на маленький город, и задумалась о своей странной судьбе, что резко переменилась три месяца назад. Воспоминания нахлынули внезапно. Сердце заколотилось, а глаза наполнились слезами. Пролог второй. «Лола, мы за дровами. Ты с нами?» Марина и Кристина стояли рядом с Димой и Сашей. Девчонки давно положили глаз на парней, да только те не спешили отвечать взаимностью. «Пойдем, Лолита, я тебе покажу, где земляничка растет», улыбнулся кудрявые белобрысы Дима, а на его щеках появились милые ямочки. От меня не ускользнул недовольный взгляд Марины. Между нами всегда были напряженные отношения. Я с первого курса пользовалась популярностью у молодых людей, стоило лишь поступить в кулинарный техникум. Бабушка мне всегда говорила, «маленькая собачка до старости щенок», когда недовольная жаловалась, что на уроках физкультуры была самая последняя в шеренге. И только в выпускном классе я поняла, что рост не имеет никакого значения. Я была миниатюрной и стройной, но не доской, а очень даже сформировавшейся девушкой, с изящной талией, с аккуратной грудью второго размера, с красивыми округлыми бедрами и тонкими лодыжками. И, конечно, моей изюминкой были ярко-зеленые глаза и длинные кудрявые рыжие волосы, красиво спускавшиеся до поясницы. Помню, как бабуля мне купила первые туфельки на каблуках, невысокие, но все же. Я целую неделю тренировалась на них стоять и уверенно ходить. А когда пришла на выпускной, то от желающих со мной потанцевать не было отбоя. Вот тогда поняла, что рост не имеет значения и что я очень красивая. С разрешения бабули я собрала вещи и поехала поступать в столицу в кулинарный техникум. С блеском сдала вступительные экзамены. Заселилась в общежитие и с первого же дня почувствовала в свой адрес негатив со стороны девчонок. «Тебя серьезно зовут Лолита?» «Странное имя. Редкое». Первой задевать меня начала Марина, с которой мы жили в одной комнате. «Волосы красишь? Слишком яркий оттенок». «И имя мое, и волосы мои», ответила тогда я и поняла, что подругами нам не стать. Так мы жили, спали в одной комнате и не дружили. Хорошо, что Марина и Кристина поступили на факультет товароведения. Я же с детства мечтала стать поваром, и не каким-нибудь, а именно поваром в детском саду, как моя любимая бабуля. Своих родителей я не помнила. Бабушка Алиса говорила, что они в экспедицию уехали, редкие минералы искать в горах, и так оттуда не вернулись. Подробности она не любила рассказывать. Все детство я вставала очень рано, но и рано ложилась спать, так как приходилось бежать с бабушкой в садик. Она с другими поварихами готовила ароматную кашу, а я сидела за столиком в углу, пила вчерашний компот и рисовала цветными карандашами, а чуть позже шла в свою группу. Только в третьем классе моя дорогая бабуля разрешила мне самой вставать по утрам, завтракать и идти в школу. Но каждое утро она отпрашивалась с работы и прибегала домой проверить, не проспала ли я, прозвенел ли будильник. После школы я вновь бежала в садик, и мы с роднули и шли домой, чтобы сделать уроки, сходить в магазин, а вечером посмотреть телевизор. Детство у меня было счастливое. Возможно, тонкий аромат вкусных булочек, что пекла бабушка по выходным, так на меня повлиял, что я решила выбрать профессию повара. Поэтому ни одна кулинарная программа не прошла мимо меня. Сколько себя помню, постоянно записывала интересные и редкие рецепты в толстую тетрадь, и даже делала рисунки. Я вынырнула из воспоминаний. «Да оставьте вы ее, пусть с Костей за костром следит», недовольно произнесла Кристина. «Я пойду», поднявшись, подошла к компании высоких ребят. «Очень уж хочется ягод. Костя, тебе принести?» «Нет, не люблю чернику и землянику», улыбнулся тот, беря в руки гитару. «Именно Костя уговорил меня поехать в поход с ребятами, чтобы отметить его день рождения. Мы неплохо с ним сдружились еще на первом курсе. А вот Дима и Саша были его давними приятелями. Так я и оказалась в этой компании». «Как вы думаете, в этом лесу могут быть капканы?» Марина прижалась к Саше, изображая страх. «Если только на мышей», громко засмеялась Кристина и обернулась назад. «Лола, ступай аккуратно, наступишь еще, а нам потом тебя спасать». «Крис, не задевай Лолочку, а то она от страха побежит обратно к Косте и заблудится». Было не смешно, но Марина захохотала так, будто услышала юморной анекдот. Собрав хворост, парни решили все же попробовать найти землянику. Но стоило отойти лишь на несколько метров от кучки хвороста, как ягоды тут же начали выглядывать из-под листиков и манить нас своим вкусным видом. А главное, их было так много, что все увлеченно начали поедать лесное лакомство. «Лолиточка, не отставай», позвал Саша. «Мы тут», кричал Дима, улыбаясь. Я поднимала голову и кивала ему. Все-таки, решив принести ягод Косте, я сделала из большого листала пуха тарелку и увлеченно начала собирать туда землянику. Марина и Кристина постоянно были рядом со мной, будто боялись оставить меня наедине с теми, кто мне был не очень-то и интересен. «Девчонки, вы долго будете сопеть мне в спину? Ну, не нужны мне ваши парни». Я обернулась и громко завизжала. «Волк! Мамочки, помогите! Волк! Дима!» Почему-то никого не оказалось рядом, но меня услышали. Волк склонил голову на бок и не сдвинулся с места. «Может, он мне давал фору, чтобы интереснее было догонять добычу?» «Лола! Ло! Ты где?» Я бежала на голос, но лес оказался обманчив. Скорее всего, нужно было бежать в противоположную сторону. Стоило мне лишь на мгновение остановиться для того, чтобы перевести дух, как ровно в метре от меня возник все тот же огромный черный волчара и даже не запыхался. Он не скалился, не пытался на меня наброситься, а лишь грозно смотрел прямо в глаза. Гляделки продолжались до того момента, пока хищник то ли кашлянул, то ли чихнул. И я вновь побежала, громко оповещая округу об ужасном волке, прося помощи у друзей. Вдруг лес резко оборвался. Вот именно взял и оборвался. За моей спиной был крутой обрыв, а внизу проходила сельская дорога. Мои глаза искали хоть какую-то палку. Но почему я об этом не подумала там, в непроходимой чаще? «Не подходи! Не подходи!» испуганно прошептала я, смотря на огромную морду. Хищник сделал шаг вперед, а я назад. И он прыгнул. Я не хотела падать вниз, да и никто бы на моем месте не захотел, но так получилось. Вопя словно пароходная сирена, я махала руками. Волк же летел рядом, вцепившись зубами в мое платье, а передними лапами обнимал талию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова